Доброго времени! С вами Ведогор. Сегодня я хочу вам рассказать о славянской чакровой системе человека. В действительности вихрей, чакр, великое множество. Но здесь будет представлено базовое знание только о девяти вихрях. Потому как даже в Ведах о знаниях говорится о том, что древнюю мудрость нужно познать по крупицам, а для этого необходимо великое родение и долготерпение, созидательный и кропотливый труд, поскольку невозможно за один раз осознать все знания, заключенные в Ведах, и охватить это мироздание своим взором. Известно девять основных вихрей и двадцать один вспомогательных вихрей. Число вихрей соответствует количеству девяти желез внутренней секреции организма человека. Главные эндокринные железы и периферические эндокринные железы. Я их всех перечислять не буду. Вы можете зайти на сайт и сами все посмотреть и почитать. Поджелудочная железа, надпочечники, белочковая железа, паращитовидные железы, щитовидная железа, гипофиз, эпифиз, подбугорная область головного мозга. Расположение на теле человека девяти основных вихрей сообразно примерно с локацией больших нервных сплетений в соответственных областях физического тела. Основные девять вихрей создаются в точках, в которых стоячие световые волны двадцать один раз пересекаются. Малые вихри в количестве двадцать один находятся в точках, в которых энергетические линии четырнадцать раз пересекаются. Диаметр малых вихрей около восьми сантиметров. Располагаются они на расстоянии около два и пять сантиметра от поверхностного слоя кожи. При исцелении очень важны два малых вихря, расположенных на ладошках. Вот они показаны на рисунке. При пересечении между собой энергетических линий семь раз образуются ими гладкие маленькие завихрения. Имеется очень много крошечных силовых центров, в которых потоки энергии между собой пересекаются менее семи раз. Расположение этих завихрений совпадает почти с расположением акупунктурных точек на теле. Два центра расположены впереди ушей в точке соединения челюсти. Вот вы видите на рисунке. Следующие два центра расположены на уровне сосков. Один близ щитовидной железы, где соединяются грудные кости. Он и два грудных центра вместе образуют треугольник сил. Вот он на рисунке показан. Затем два центра располагаются на ладошках. Два на ступнях ног. Два на области черепа позади глаз. Два центра связаны с мужским и женскими репродуктивными органами. Один расположен почти рядом с печенью. Один из центров соединен с желудком. Его относят к солнечному сплетению. Но он ему не идентичен. Два связаны с серезенкой. Фактически они создают один центр, который состоит из двух центров, наложенных друг на друга. Два центра расположены позади коленей. Существует один мощный центр, который тесно связан с блуждающим нервом и является самым сильным. Его рассматривают некоторые школы оккультизма как главным. Он располагается не в позвоночнике, а на близком отдалении от вилочковой железы. Еще один центр находится рядом с солнечным сплетением и его связывают с центральным основанием позвоночника. Этот центр образует треугольник из сакраментального центра, центра у основания позвоночника и солнечного сплетения. Гармоничному развитию человека всегда помогала ведическая древняя мудрость, а именно она способствовала при развитии тела человека, при развитии энергетической системы, души, духа, совести, поскольку это есть необходимость для дальнейшей жизни в наиболее высших структурах энергии. Человек в начале своего развития должен изучить и осознать себя и собственный мир как многоструктурную систему, которая состоит из первого элемента, энергия, проявленная в разном качестве, и которая несет в себе многосторонний образ нашей Вселенной. Наша Вселенная представляет собой как бы матку, в которой формируется и создается высший разум богов и богинь и высший разум всех сил света. Как только будет развита и сформирована ее структура, Вселенная станет сжиматься до точки сингулярности, и тогда в ином уже измерении народится новый высший разум. Еще в далеком прошлом наши предки уже знали о материи, что она представляет собой плотно концентрированную энергию в различных проявлениях, и что свою энергетическую плотность имеет любой материальный объект. Также и человек состоит из соединения энергий многообразной плотности, неодинаковых волн и различной частоты. Самая плотно сконцентрированная энергия – скелет человека, наиболее слабее концентрированная энергия у мышечной системы, нервной системы, крови и т.д. А еще в меньшей степени плотности представляет собой энергетическая система человека, состоящая из биополя, вихрей и энергетического тела. Эти системы взаимосвязаны между собой и являются триединством духа, души и тела. Помимо этого, у гармонично развитого человека существует характер, сила воли, имеется харизма, которая представлена родовым духом, душа и совесть. Сегодня в современном мире люди не стремятся учитывать всю сложность строения человека. Одни занимаются усовершенствованием своей физической системы, другие – улучшением энергетической системы и совсем забывая про духовное основание и совесть. Еще многие люди думают, что они лишь грубая материя тела и живут исключительно для удовлетворения своих личных инстинктов. В отличие от современных людей, наши древние предки считали свое тело биоорганической одеждой для существования в явном мире, где человек учится созидать, творить, воплощать свои помыслы и идеи в жизнь, материализуя их. В русской грамматике дух мужского рода, мужского начала. Душа – женский род, женского начала. И тело существительного среднего рода – оно. Дух передает мужчина, а душу передает женщина при рождении нового тела, хранительного сосуда для духа и души. У любого человека имеется тело, душа и дух. В семье это будет выглядеть таким образом. У мужчины есть три составляющих – тело, дух, душа. У женщины тоже имеется три составляющих. И у дитя также имеется тело, дух и душа. То есть по три составляющих. Отсюда в результате получается девять. Это значит, один мужчина плюс одна женщина и плюс одно дитя равно трем, а если умножить на три составляющих, то получим девять. Следовательно, мы подошли к славянской девятиричной системе или по-другому к девятивихревой системе. Число девять – священное число. Его смысл – полное развитие и целостность. У славян в свое время было в лете девять месяцев. В неделе – девять дней. Главных вихрей – девять. Данная система, как система человека, обозначает. Ч – энергия жизни. Ла – душа в триединстве. Века – вечность. Живут в вечной энергии духа, души и тела. Тогда почему именно число девять дает настрой на необходимые волны восприятия? Триединая гармония духа, души и тела представляет собой начало и продолжение, а также возрождение знаний ведических. Ведическая мудрость своей мощной энергии делится со всеми, но впитать ее сможет не каждый человек, поскольку зависит все от чистоты помыслов, дающие возможность подойти ближе к утерянным знаниям, которые собраны по крупицам и сохранены до наших дней. В нашем материальном мире она как бы воспринимается и напоминает нам форму девяти сияющих различными цветами радуги энергетических матрешек, которые вложены одна в другую и которые создают девять самых мощных и сильных свастических энергетических вихрей. Многим уже ранее ведомо существование в восточном учении о семи чакрах и возникает в связи с этим вопрос, какие чакры и какого цвета тут дополнительно появились. Вихрь матери. Многие человека представляют его связь с землей. Земля жива, она наша мать природы, которая отвечает за земление. Человек, когда у него появляется страх, очень часто использует выражение «душа ушла в пятки», и это означает, что его все энергии падают вниз. Наша матушка Земля, природа, принимает это, и все в себя принимает вихрь матери, отвечающий за это. Человек ступнями ног, где расположены точки всех органов, соприкасается с землей. Вот почему наши древние предки чтили матушку природу, потому что предки знали, что все окружающее их, земля, огонь, вода, воздух, каждая былинка и травинка, каждая деревца и каждый камешек имеет дух и душу, а ноги человека являются связующим звеном его с природой и с природными духами и существами. На рисунке 1 показано расположение 9 вихрей. Я кратко расскажу, полностью не буду эту статью читать, вы можете зайти и более внимательно изучить. Если будут какие-то вопросы, пишите комментарии, пишите письма, звоните, все контакты есть и на канале YouTube и на этом сайте. Значит, первый вихрь матери ступни ног. Второй вихрь – это исток. Он находится в области промежности между гениталиями и анальным отверстием. Третий вихрь – хара. У женщин, как правило, в районе матки, у мужчин экспериментально. Четвертый вихрь – живот в районе диафорога. Пятый вихрь – ярила на уровне сердца посредине груди. Шестой вихрь – гырла. Ну, понятно, тут горло. Седьмой вихрь – око в области гипофиза в центре головы. То есть, еще по-другому в народе говорят третий глаз. Восьмой вихрь расположен на макушке. И девятый вихрь – отца индивидуально. Ну, тут надо сказать про восьмой и девятый вихрь. У каждого человека разная аура. И чем более он отдыхотворен, человек, тем выше располагается девятый вихрь. Это же касается в неполной мере и восьмого вихря. Чтобы включить в действие все девять энергетических каналов восприятия мира и научиться мыслить образно с тем, чтобы получать много информации об окружающем мире, а также получать ведические знания, которые вокруг нет и их невозможно найти нигде, для этого нужно попасть в хранилище родовой памяти, которое находится внутри себя, где хранятся знания всех поколений и опыт всего древнего рода. На взаимовлияние разных энергетических потоков построена и славянская энергетическая система, и восточная. Энергетические потоки имеют свои цвета, звуки, спектры, частоты, а также на теле человека свои энергетические центры, которые до сей поры еще носят древнеславянские названия чакры, то есть вихри. Чакра обозначает круга вращения в две стороны, а именно на прием энергии и ее выдачу, а Ра обозначает чистое сияние. Похоже это как бы на колесо двойного вращения. Каждый вихрь имеет своеобразную энергетическую структуру. В каждой существует точка наполнения энергии и точка вытекания. Откуда выходит энергия в те органы человеческого тела? Каждый вихрь подпитывает предназначенные органы, отдавая им энергию. Человек, активизируя энергетические круги, может ослаблять энергопоток или увеличивать его на определенный орган. Ну и вот дальше там в статье более подробно расписаны про каждый вихрь и про энергетические центры. То есть вы можете зайти и прочитать. То есть тут все подробненько расписано. Все. До новых встреч. Всего доброго.